Не бойся ножа, а бойся вилки. Голый мужчина с вилкой в руках бросался на прохожих в Сормовском районе. Починить вред человеку при нападении на прохожего он не решился. Удары вилкой он стал наносить пакету с мусором, который нес этот прохожий. Этот товарищ здесь в одних трусах бегал и что-то кричал непонятное. Ну как бы я особо не предал этому значения, просто вышел, пошел к мусорке. И в районе вон той мусорки, у следующего подъезда, он подбежал ко мне, пытаясь что-то мне объяснить, куда-то там показывая. И потом схватил меня за пакет и начал тыкать в него вилкой и разорвал его полностью. После этого, конечно, мне пришлось на него крикнуть, он вроде бы отшугнулся. Но после этого опять начал ко мне подходить, и я взял гурть камней, замахнулся рукой и сказал, если ты ко мне подойдешь, я в тебя и кинул. В общем, он отошел немножко подальше. И так вот вокруг меня начал бегать, ну уже такой по длинной орбите. Наверное, как бы он меня-то атаковать побоялся, поэтому пришлось атаковать мусор. Он здесь в трусах бегал, а потом то, что он в пятерке магазине, там, в отделе с алкоголем разбил много бутылок. Детской тележкой для покупок бил по стеклам. Ну, размахивался и бил. В чем тут следы остались, помню? Сначала девушкам разбил все витрины алкогольные, а потом начал в зоомагазин, к нам в магазин рваться. Бегает человек в трусах с тележкой в руках, да, с вилкой. Как бы это неадекватно. Его скрутили, шокером били, ну, продавцы говорят, его даже шокер не брал. Потом перцовкой заливали, его даже перцовка не брала. Такие вот глаза белые, он был весь бледный. Вот, ну, то есть он обезвоженный был весь, он был в трусах, он был с вилкой, он был с телефоном. Вряд ли, как бы, адекватный человек таким образом коммуницирует с соседями. Я знаю, что он наркоман, это говорила мне мать его по телефону, когда мы вот разговаривали. Я ему говорю, я матери говорила, что вот Юрий, называйте свое имя, просит позвонить, вы ему кто? Она говорит, я его мама, мы купили ему квартиру, он здесь живет, меня не трогается, я не хочу. Вызывается там милицию, бригаду, что хотите делать. Пришлось детям своим сказать, чтобы прежде, когда выходят на улицу, чтобы смотрели, озираясь. Ну, в общем, ситуация крайне неприятная, потому что человек неадекватный, неизвестно, что может произойти. Его может переклинить, он может начать атаковать, а его, с ним не договоришься, и его, ну, его сложно победить в такой ситуации, потому что это как дикий зверь. Кстати, как сообщили нам в ГОД Нижегородской области, нападавший был доставлен в медицинское спецучреждение. По словам местных жителей, такое бывало уже не раз. Проблема в том, что это уже не первый инцидент, и после выхода оттуда и очередного срыва голые забеги с погромами возобновляются.